В Москве задержан очередной фигурант дела о беспорядках на Болотной площади. По сообщению организации Росузник, это участник протестных акций Александр Марголин. Он стал 21-м участником скандального дела. Власти утверждают, что участники марша «Миллиона» в мае прошлого года спровоцировали беспорядки, атаковав сотрудников полиции. Добавлю, пока по делу осужден один человек, Максим Лузянин, на 4,5 года. Субтитры создавал DimaTorzok и почему он это сделает, вы поймете из его слов. Здравствуйте, Феликс. Здравствуйте, Александр. Какой информацией вы располагаете? Я располагаю информацией о том, что провокации готовились. Конкретно могу сказать кем? Баширом Куштовым. Это человек, который выполнил распоряжение Нургалиева, но не напрямую, а через его заместителя. А как зовут этого заместителя? Этого человека зовут Хабиб Буллин Алик Галимзянович. И также есть еще Минаев, это начальник контрразведки ФСБ по Москве. Извините, я сейчас прослужу, мне немного трудно говорить. Вот у меня температура. Давайте перейдем. Нет, давайте, давайте, продолжайте, продолжайте. Так, значит, началось все вообще в апреле, общение с Куштовым. Тогда Куштов пришел и сказал, что Нургалиев получил от Путина уверение, что будет еще два года, но надо будет ему поработать. Вот, перед инаугурацией будет такая работа, и Нургалиев должен себя хорошо показать. Вот, соответственно, все вот эти люди, которые окружали Нургалиева и кормились, они стали прям буквально рвать, ну, свои вот эти места, чтобы попытаться поддержать Нургалиева. С другой стороны, в какой-то мере это выглядело как анти-Нургалиевские все эти акции. То есть, значит, они выбрали мишеню Хинштейна. Это единоросс, который входит в калининградскую группировку, ну, или еще и называют группировку Рамадановского. Эти две группировки, вот группировка, в которую входил Дургалиев, там больше татары, там еще кто-то дагестанца, и вот эта группировка еврейская, Рамаданского. Они делили, соответственно, места, ну, портфели министерские там, все прочее. А вот эти пытались выдавить Нургалиева. Хинштейн там, ну, как в своем ключе уже, как он привык, там все зацепился за то, что там жена Нургалиева попала вот в это ДТП, там, где пострадали два человека, умерли. А вот Нургалиев там все скрывал, там не пускал в прессу, там менял как-то это, ну, что-то убирал. И вот они, значит, Хинштейн начал поливать реформу МВД. Ну, и вот этот Башир Куштов говорит, что вот ему Хабибуллин и Минаев непосредственно дали заказ на митинги против Кинштейна. Вот, ну, конечно, я помню, что, казалось бы, чем это может помочь Нургалиеву, да, все митинги, ну, кто у них внимание обращает. Вот, ну, их было много, буквально каждый день, там, то у Госдумы, то у Востанкина, то там возлагали, ну, когда коммунисты, день рождения Ленина, но они по ошибке это сделали 20 апреля, вот, в этот день тоже. То есть мы вот постоянно отправляли людей с транспарантами, они пикетировали Госдуму. Там вот у меня футболочка есть, можно посмотреть, ну, покажу сейчас футболку. Таких футболок, вот я, например, напечатал 20 штук. Значит, ситуация такая. Куштов, по сведениям, получил 15 миллионов от Хабибуллина, вот, и должен был, ну, соответственно, дать большую премию нам за организацию. Я, почему бы, опять же, этим занимался, потому что не видел в этом ничего серьезного, ну, просто как Степа воспринимал вообще-то. И буквально рассказывал всем, ну, всем своим знакомым, друзьям, товарищам. То есть ни для кого тайны мне было, ну, просто мне казалось чем-то смешным. Вот. Ну, на самом деле, это все довольно серьезно, потому что это, ну, если это на самом деле было за Нургалиева, то это тогда просто вот такое, ну, фактически вот наши деньги, вот так вот, в очередной раз. Вот. Видите, вот такие футболочки выпустили. В этих футболочках люди ходили там по Красной площади. Вот. Там Хейнштейн, там оранжевый рупор Запада. Вот там были Хейнштейн, вон, из Думы там. Вот. Ну, такие знаковые, в общем, текстики. Вот. Значит, в основном, да, это были плакаты. Ну, было такие пара акций, которые внимание привлекли, потому что там ждали Путина все в этот день. Вот. И я там договорился с НТВшниками, что они сразу поверли камеру в нашу сторону. А о каком именно дне идете речь? Апрель. Апрель. То ли 11 апреля, по-моему. Точно не помню, но, по-моему, 11 апреля. 2012 года. 2012 года, да. То есть все ждали Путина, и тут вот толпа идет. Ну, там все вот, на которое я предоставил видео, и в Ютьюбе выложены, и на записях там видно, что одни эти жилица на всех. И там... И вот они пошли по Тверской, и прямо толпа журналистов к ним развернулась. Побежала милиция, они все, ну, дали деру, и один человек случайно из Солидарности, ну, это партия Солидарности, он там схватил, он не понял там, что написано. Там вот этот пакат стал разбахивать, его как раз повязали эти менты, которые там были, повели. Вот. Он, ну, там кричал, он не понял, ну, за кого он писался даже. Он не читал, не успел прочитать. Вот очень смешной такой сюжет. Вот. И вот буквально там Востанкино, там тоже, например, раз, там только развернут, сразу прогоняют, например. Ну, мы платили людям тогда, когда они простоят там 10-15 минут, там была задача, чтобы люди простояли, чтобы это было снято, и потом это выкладывалось в Ютьюб. А сколько вы им платили? Ну, платили там, бывало, 2-5 тысяч в день. Да, ну, бывало, что, например, когда они разбегались, не платили, но это было только два раза. Когда люди просто все побросали, там, например, им напечатали кучу листовок, чтобы они раздавали о Госдуме, они там отказывались, и мы им вообще не заплатили. Ну, это было возносимо, что они вообще ничего не раздали. Вот. Ну, изначально условия были такие, что мы получаем места в прислужбе МВД, вот, и у нас вот все, которые, ну, несправедливые, там, ну, загружают, ну, как многие сейчас в России, скажут, что все это с вас снимут, и вот у вас будут места в прислужбе МВД, не парьтесь, ничего страшного, никто у вас, не Хейнштейн, вам ничего не сделает, там, типа, ему это, ну, даже не до того, как бы, вот. Ну, в итоге, то есть, вот все, время идет, мы начинаем там говорить, что премию Майки, то есть, я там получаю, там, в лучшем случае, там, 15-20 тысяч в день, вот, за такую акцию. Я говорю, что это совсем не то, на что я рассчитывал, там, и, как бы, я позорю свое имя и вписываюсь в такое, ну, хотя, на самом деле, конечно, прикалывался, вот, то есть, откровенно ржал над всем этим. Ну, я так, как бы, ему поставил, он говорит, вот скоро, значит, будет хорошая работа, реальная работа. Вот тут, как раз, пошла речь про 6 мая, то есть, говорит, скоро будет марш миллионов, надо будет туда провокаторов найти. А это кто вам сказал? Это Куштов, вот. Ну, в основном, правда, общались через моего приятеля, но часто мы встречались в Лотоплазе, ну, вот там, где японский ресторан, вот, ну, несколько кафешек там есть. Вот, и мы все это обсуждали, то есть, он как говорил, там, ребята, а что, если вот там газ горчичный, там, есть ли черемуху, там, кто-то будет бросать, есть ли кто-то фаеры будет бросать, а что, если давку сделать? Вот, то есть, он все это обсуждал, значит, по его, опять же, рассказам, там, намекам, то ли это, они думали, что Нургалеев хочет показать свою нужность, важность, и как милиция хорошо сработала, то есть, они, соответственно, натравливают милицию на демонстрантов через этих провокаторов. Им главное, чтобы был повод немедленно все это разогнать, прекратить. Вот, цель была такая, чтобы немедленно был повод жестко разогнать эту демонстрацию. Вот это Куштов сказал, и он несколько дней, значит, с нами советовался, сказал, что, ладно, вот, пока забейте, вот, сейчас будет действительно серьезная работа, то есть, вы сразу получаете по пятихатке, плюс неограниченный бюджет на людей, то есть, которых вы привлечете там, даже можно больше ста человек, это только лучше, говорит. Вот, за каждого человека еще, плюс вы там будете получать комиссионные, за каждого привлеченного. То есть, участника. То есть, помимо того, что вы ему заплатите, вот, и все, всякие варианты, как можно именно найти повод, чтобы остановить, ну, жестко, на милиции, чтобы начало действовать. Значит, у меня были подозрения, что, в принципе, это могло быть и для подставы Нургалеева, на самом деле, потому что, я же не знаю, насколько Куштов действительно связан там, с Нургалеевым. Потому что, насколько сам Хабиб Буллин там лояльен, ну, к своему шефу был. По идее, он, конечно, лояльен, потому что, когда вот, например, мы обсуждали Нургалеева, да, Куштов кричал, вы знаете, Нургалеев такой честный человек, он там даже взяток не берет, а взятки берет вот этот Хабиб Буллин постоянно. То есть, вот, и его окружение, Нургалеев, он такой прямо йог там, ну, прямо святой, креста нечестный, но, как бы, ему все-то ездят по ушами. Я как и говорю, он ничего не соображает, не контролирует ситуацию. То есть, вот он так описывал Нургалеева и его, соответственно, окружение. Вот, то есть, могло быть, конечно, чтобы с целью действительно подставить Нургалеева, то есть, он мог просто на противоположную группировку играть, но, скорее всего, это действительно было для того, чтобы Нургалеев, хотели, чтобы Нургалеев остался. И, показалось, как милиция прямо вот так вот оперативно взяла вот такая была ситуация, там, чуть на Кремль не поперли, там, угроза, там. И вот они вмешались, все это пересекли вовремя взородыши. То есть, то, что обсуждения были с Куштовым, это я могу подтвердить на полиграфе, это все однозначно было, то, что вот это предложение денег. Но, когда он увидел, что, мою реакцию, что я начал спрашивать, а зачем, а почему там, да, вот, может, как-то по-другому можно там, да, вот, ну, без этого. Он, видимо, понял, что я не настроен вот это делать, чтобы, как бы, и более того, он, видимо, кто-то из друзей рассказал, что я сливаю информацию на сторону. Поэтому он меня так хитространил, сказал, что, знаешь, там, пусть Нургалеев добро не дали, этих никаких провокаций не будет, кого-то нанял там уже, ну, да, с кем договорился, им дай об бой. Вот так он сказал. И там вот у меня есть такие косвенные, как бы уже потом задним числом выясненные моменты, что были люди, которые вот на предыдущих с нами не работали, да, вот на митингах. А потом, когда встал вопрос вот о премиях, да, эти люди нарисовались. То есть, получается, эти люди нарисовались как раз на 6 мая. Ну, там я имена знаю, но я еще не буду их называть. Вот, то есть эти люди нарисовались именно вот на... Вы их знаете и можете, если что, указать на них? Я знаю их имена, знающие-то знакомые. Вот. Я вот одного знаю, другого не знаю, скажем так, да. Вот одного знаю, второго человека не знаю. Вот это люди, которые, видимо, как раз-таки вписались, что когда кто меня таки-то распространил, сказал, что не дали добро, Путин Нургалеев сказал, что всем отбой, всем расслабуха, вот, потому что там, ну, были там и покупки, там и все прочее. Вот со стороны этих людей. Вот. Так что вот такая ситуация. В общем, вот все, что я могу сказать, по сути. Вы скоро покинете Россию? Ну, я надеюсь, да. В ближайшее же время. Вы боитесь? Ну, да, я боюсь, потому что я этому человеку ставил условия, что, по крайней мере, он должен теперь рассчитаться, вот, Куштову Баширу, за то, что, ну, и в апреле было там, мы для него работали. И он весь там декабрь, январь кормил нас завтраками, то есть я все, везу деньги, я там какой-то тендер там должен был сейчас выиграть, но, типа, я тендер не выиграл. То есть вначале он как сказал, что Нургалеев не остался, то есть я не могу вам ничего больше, значит, заплатить. То есть поскольку мы проиграли, я не могу вам ничего дать. Вот так он, значит, я объяснял. Потом, когда он к нам стал обращаться, что ему надо чистить интернет, там якобы от клеветы. Ну, он так, действительно человек такой беспринципный, и много чем занимается в плане мошенничества, там, всего прочего. Вот. Он обращался, чтобы мы искали хакеров, которые будут ему интернет чистить для него. Ну, для Акуштова. Вот. И, соответственно, ему пришлось как-то взаимодействовать с моими другами. Он нам такие давал, там, подачки, там, ну, 20 тысяч, там, 40, вот такие вот. Несколько раз еще выдал, и все. И на этом все дело опять кончилось. И, ну, столько было этих смс-ки шли каждый день, что сегодня я собрал, наконец, эту сумму, которую я вам несу. Он мне вот лично говорил, я тебе там все отдам твои 900. Вот так он мне говорил. Ну, дело-то не в том, дело в том, что, ну, получается, что у них был изначальный идиотский замысел, изначальный идиотский проигрышный замысел. То есть, вот, именно спровоцировать на схватку народа с полицией, и за счет этого решить какие-то свои вопросы. А он удался, этот замысел? Как вы считаете? Я считаю, что, в принципе, последствия могут быть очень негативные для всех. Потому что, если будет расследование, там, того же Куштова, на полиграф Хабибуллина и других, это, может быть, очень большой кипиш. Потому что, может быть, вдруг там выяснится, что, предположим, там Путин давал намеки, он не говорил, например, прямым текстом, да? Может, ему это не надо было. Может быть, у них так просчитали, а они сделали по-своему. Такое же тоже могло быть, правильно? То есть, я вот, ну, чисто даже по логике, я не понимаю вот этого смысла на колени атмосферы. Потому что, вот, именно, когда уже люди доведены, они точно уже не успокоятся, правильно? Когда их уже по самому не хочу, там, показали вот это все. Ну, вот, беззаконие, да? То есть, вообще, вот, даже в Уголовном кодексе провокации, то, что с помощью провокации считается уже не преступление. Там, за многие преступления уже нельзя даже не судить, не возбуждать дела по провокациям. А тут, получается, провокация очень огромного уровня. То есть, это провокация массовых беспорядков. Вот чем те люди занимаются. Это очень жесткий криминал, я считаю, что, и, конечно, знать это, даже опаснее вот оставаться знать, никому не говорить, потому что, возьмут хлопнут, например, втихаря. Вот у меня были такие мысли, что такое может произойти. Я лучше спокойно уеду, дам показания в Международном уголовном трибунале или где-нибудь еще, дам эти показания, расскажу, как все было. У меня будет гарантия, по крайней мере, собственной безопасности. Чем я молчу, да, чем я молчу, там, никто, ну, как бы, вообще, я уже знаю, что есть еще, кроме вот этих доказаний, еще много других. Вот. Ну, то, что, то, что я об этом рассказал, и считаю, что и я о своей безопасности позаботился. И вообще, как бы, о минимальном соблюдении каких-то, ну, правил вообще в обществе. Благодарю вас, Феликс. Вам удачи. И мы очень надеемся на то, что на данное свидетельство обратят внимание в Следственном комитете и прокуратуре. Смотрите «Полетвестник». Продолжение следует...